Добрый день! Меня зовут Нина Бережная и сегодня наша съемочная группа в гостях у главного врача Химкинской областной больницы. Владислав Александрович, добрый день! Расскажите о том, как вы стали врачом. Это интересует всех, кто вас знает на самом деле. Как вы пришли в медицину? Я просто слушал Господа. У меня в семье очень много военных. И моя жизнь проходила и в гарнизованных, и на полигонах. А врач у меня только папа. Мой отец – это очень близкий для меня человек, очень мудрый. Он не только врач замечательный был, он долгое время был очень сильным и мощным руководителем. Его организаторские способности, наверное, позволили ему стать для меня учителем и наставником. Его авторитет послужил для меня той отправной точкой в выборе профессии. Я хотел стать как папа. Я поэтому стал детским хирургом. Десять лет я им проработал. Хорошо получалось. Но я всегда стремился стать как папа. Мне всегда нравится быть полезным и нужным кому-то. И вы знаете, для меня весь мой жизненный путь – это быть таким, как отец. Делать так же, как отец. Даже, может быть, и лучше. Вы как считаете, у вас получается? Ну, он говорит, да. Говорил. Желание быть полезным и привело Владислава Мерзонова в движение общественной поддержки. На собрании трудового коллектива Химкинской областной больницы он и другие врачи медучреждения выдвигали свои социально значимые инициативы. Например, доктора из отделения детской реанимации, уникальной во всем Подмосковье, предложили решить вопрос с транспортировкой тяжелых пациентов. Нам очень часто прилетает вертолет. Нам очень нужна вертолетная площадка. На собрании трудового коллектива Химкинской областной больницы обсудили вопросы развертывания дополнительного коечного фонда «Вперед! Пандемия», а также комфортных условий пребывания пациентов на стационарном лечении. Инициатива, которая предлагается, позволяет нам качественно улучшить, изменить наш досуг, наш отдых, транспортные вопросы. В рамках движения общественной поддержки круглые столы по выдвижению социально значимых инициатив прошли во всех крупнейших предприятиях городского округа, школах и детских садах. Трудовые коллективы присоединились к начинанию первичных отделений партии «Единая Россия». Активная позиция руководства и сотрудников помогает развивать и областную больницу. За последние два года мы получили очень большое количество медицинского оборудования, в том числе и диагностического оборудования. Мы полностью поменяли парк рентгенслужбы. Нам поставили еще один компьютерный томограф. Мы получили много аппаратов УЗИ экспертного класса. У нас очень серьезно изменилось в плане улучшения и модернизации нашей лаборатории. Мы вышли на высокопрофессиональный диагностический уровень. У нас много аппаратов, которые являются эксклюзивными или выдающимися для онкологической помощи. Поменяли оборудование в операционные. Мы очень много оснастили аппаратами ИВЛ, наркозно-дыхательным аппаратом. Мы поменяли операционные столы. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы сейчас открываем высокотехнологичную медицинскую помощь. И надо сказать, что самое главное, что изменилось в нашей больнице, мы стали популярны. К нам реально хотят приходить лечиться. Это видно даже потому, что с области, с других районов выбирают именно нашу больницу для лечения. Это говорит о высоком профессионализме врачей, которые тут работают. Ну и, естественно, об улучшении возможностей. Ну и знаете, еще, наверное, мы изменились сами внутри себя. Мы являемся, и это не пустые слова, мы являемся командой. У нас есть девиз нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, что мы команда. Мы также придерживаемся этому девизу и стремимся быть единым целым. Не только в составе здравоохранения, но единым целым с городским округом и с областью. Мы делаем одно общее дело, и наша задача основная – это оказание качественной, доступной медицинской помощи для населения. И вот это вот и является приоритетом команды. Полтора года назад чуть больше больницы, как и все другие больницы по стране и миру, вообще столкнулись с пандемией. Все силы Химкинской областной больницы были брошены на борьбу с COVID-19. Она продолжается сейчас. Расскажите, как вообще все это начиналось, вот про первую волну и как до сих пор проходят дела? Одна из первых Химкинской больниц встала на рубежи защиты в Шереметьево. Мы организовали несколько постов для проверки всех прилетающих. Так создали медицинский барьер по отсеиванию людей заболевших. Массовое начало, наверное, распространения – это 24 марта, когда мы зафиксировали подтвержденный случай заболевания в терапевтическом корпусе на Ленинском проспекте, куда госпитализировали всех с пневмониями. Ну а после уже вы знаете, что это лавинообразно стало развиваться везде. Очень высокая контагиозность вируса, то есть способность распространяться у человека к человеку. Фактически разгорелся пожар. Изо дня в день пандемия набирала обороты. Количество заболевших COVID-19 росло. Свободных коек, оборудованных аппаратами ИВЛ, становилось все меньше. 24 часа в сутки врачи боролись за жизни пациентов в красной зоне. Вперед бушующего коронавируса неравнодушные химчане вошли в добровольческое движение. Более тысячи человек ежедневно шли на помощь к тем, кому она была необходима. Ветеранам, пенсионерам и людям, которые находились в зоне особого риска, приносили продукты, медикаменты, помогали в быту. Врачи присоединились к движению, проводя инструктажи перед каждым дежурством добровольцев. Одеваем маску так, крепко прижимаем вот сюда пальцы волса, и чтобы не было зазора. Вот, нажали. И к лицу больше не прикасаемся. В первую волну пандемии добровольческое движение в Химках стало самым многочисленным во всей Московской области. Основой для него стали активисты проекта «Химки. Интересно жить». Владислав Александрович, опять же, возвращаясь к вакцинации, я знаю, что в рамках движения общественной поддержки вы очень часто проводите с людьми лекции, беседы, рассказываете о том, как необходимо себя беречь, и вот о важности этой самой прививки. Расскажите нам, как это проходит, и вообще, насколько часто, и где вы проводите такие встречи. Вы знаете, мне вообще очень самому нравится проект «Химки. Интересно жить». Я говорю это искренне, от чистого сердца, потому что это, в принципе, для нас, для медицинских работников, еще одна возможность глаза в глаза поговорить с населением. Часто, приходя на встречи, которые являются не тематическими, мы сталкиваемся с тем, что у людей наболело. С массой вопросов, с определенной долей негатива, безусловно. Людям надо высказаться. Это важно. Это важно, и для нас важно. Мы делаем выводы, мы записываем, мы понимаем, что делаем не так, что нужно делать. Это важно. Проект «Химки. Интересно жить», он дал возможность проводить тематические встречи. Мы пользовались абсолютно разными темами и первой медицинской помощи, и неотложной медицинской помощи, и профилактики заболеваний сердца, профилактики развития сахарного диабета и так далее, и так далее. Когда есть возможность рассказать о том, что мы умеем, что у нас есть. Когда я провожу выступление, я не начитываю материал, я смотрю в глаза. И если вдруг глаза начинают светиться огоньком, становятся живыми, в них появляется блеск, я понимаю, что я дохожу до сердец слушателей, довожу информацию до уровня понимания. Мои коллеги стараются идти по этому же принципу. Поэтому мы и любим эти встречи «Химки. Интересно жить», потому что туда приходят люди уже заинтересованные. На всех встречах, на которых я был, я ощутил то, что пришел не зря, то, что люди поняли. Просто когда подходят в конце встречи и говорят, задают вопросы, мы уже правильные вопросы. Есть понятие «глупые и неглупые вопросы», а есть «правильные». То есть «а как мне делать, чтобы это сделать? Как мне быть? Как поступать?» Вот это я считаю, да. Это отклик. И потом, когда просто люди говорят «спасибо». То есть вообще настолько понятно, что даже вопросов не задают. Как вы считаете, какой результат дает вот такое взаимодействие власти и жителей в рамках движения общественной поддержки? Когда вдруг стали интересоваться, а что же интересно нам, и дали возможность воплотить эти интересы, правда стало интереснее жить. И мы видим, что администрация прилагает все усилия вот к тому, чтобы правда интересно было бы жить. Проводить свой досуг, заниматься спортом, заниматься творчеством. Мы не просто люди, исполняющие свою работу, мы просто жители, мы химчане, и нам интересно жить. Владислав Александрович, я благодарю вас за уделенное нам время и ответы на все наши вопросы.